Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Клемюк. Казахстан. Прогноз на 2022 год. Начну, пожалуй, с судьбоносных событий. Должна отметить, что в 2022 году их не так уж и много. Негативное, одно из негативных судьбоносных событий – это событие, которое случилось или же началось реализовываться где-то в конце ноября 2021 года. Пиковая дата могла быть в конце декабря. Ну, числа, может быть, 20-го, 22-го, вот в этих числах. Вы мне, пожалуйста, обязательно напишите, хорошо? Продлится этот период до середины января 2022 года. Что же это за ситуация? Это достаточно жесткая ситуация, когда нетерпимость проявляется. К кому нетерпимость? К подчиненным. Например, президент к народу, чиновники к народу. Если брать внутри семьи конкретно конкретную семью, то, в общем-то, та же ситуация. Но, дорогие мои, что касается семьи, вы, пожалуйста, это всё не, как говорится, не перекладывайте, не переносите на свои личные какие-то ситуации, потому что у каждого из нас своя судьба и свой прогноз. Иногда бывает в стране Бог знает, что делает, делается жуть, а у нас всё прекрасно. Но мы как-то смотрим на это и не понимаем вообще, что происходит и откуда такой кипиш. Множество мелких дел. Конечно же, конец года. И вот это вот выполнение окончания вызывает раздражение, а хочется заниматься какими-то только важными делами. Это, в принципе, важно для нас всех. Но здесь ещё проявляется тенденция всеми командовать, выносить свою коррекцию. Упрямство, конечно же, приводит к конфликтам. Поэтому, пожалуйста, проследите конец года, конец декабря, где-то с 20 декабря, что такого интересного или же конфликтного было у вас в стране. Несогласия, споры, некий делёж внутри страны. То есть, возможно, может, какие-то недра, может, какую-то недвижимость, может быть, ещё что-то. Но, по моим таким предположениям, это вполне возможно проявилось некое насилие, возможно, какая-то катастрофа. И, скорее всего, что здесь проигралась чужая воля. Чужая воля. Если это уже проигралось, значит, мы переворачиваем страницу и идём дальше. Ещё одно судьбоносное событие. Ну, это то событие, которое, ну, при любых раскладах случится. Общий прогноз я дам потом. Это случится тоже в конце года, 22 года, где-то в конце октября. Пробудет до середины декабря 22 года. Есть даже некие такие пиковые ситуации, даты. Это где-то к середине ноября. Но это хороший период, когда, я бы сказала, даже благоприятный период. Это некое здравомыслие, устойчивость в делах будет проявляться, успехи в бизнесе. И, прежде всего, это будет проявляться благодаря старшим людям. У Казахстана появится некая выгода в делах, связанных с реализацией. Я знаю, что у вас есть, ну, это шерсть, может быть, ещё что-то. Всё, что растёт на земле, строительство, ну, фермерство. Вот такие вот направления в производстве. Они будут иметь некий выход на другие рынки, я так думаю. Всё, успешная торговля вторичным сырьём, даже ненужным хламом, имейте в виду. Так что, пожалуйста, начинайте. Но, правда, там 23 год, будет очень много таких судьбоносных событий, которые не совсем приятны. Более такая уже радужная ситуация начнётся где-то, может быть, в 24 году. Ну, в целом, 2022 год, конец года, по этому судьбоносному событию, это некий период достижения прочного положения в делах, то есть некая твёрдая основа. Такое впечатление, что Казахстан будет чувствовать себя в безопасности. Ну, дай бог. Давайте посмотрим с вами. Мы сейчас, наверное, судьбоносные... Не судьбоносные события, мы их уже посмотрели. Давайте глянем кармические узлы. В каких направлениях это всё будет проигрываться и вообще, какие сферы затронет. Я смотрела, сравнивала даже Казахстан и Беларусь, смотрела Россию. Могу предположить, могу предположить, потому что сейчас нельзя говорить, что я утверждаю, иначе это... Ну, я предполагаю, да, иначе могут заблокировать материал YouTube. Это, возможно, вступление, соглашение, объединение, выход замуж, если хотите. Россия, Беларусь, скорее всего, будет иметь некие отношения с Россией, которые могут закрепиться уже на бумаге, не просто в разговорах, а именно в таких, как бы вам сказать, уже обоюдных обязанностях. Ну, это, конечно, не будет как Советский Союз, но будет некая попытка. Что касается января, что касается... Я должна сказать, что неплохой период, очень даже неплохой 2022 год для Казахстана. Нет таких каких-то небесных покровителей, как я люблю говорить, но, тем не менее, ситуация будет неплохая. Единственное, что где-то до мая месяца будет сложновато. Прежде всего, здесь будет удоражить повышенная эмоциональность, какие-то импульсивные траты, напряженность. Во-вторых, вот эти цели будут выходить за рамки реального, то есть чего-то захочется такого, чего нельзя, но хочется. Что касается здоровья в целом по стране, то здесь я бы рекомендовала обратить внимание на почки, на железы. Причем как молочные, так там еще какие-то есть железы. Вот скажу честно, не буду угадывать, боюсь ошибиться. То есть мочевой пузырь, почки, функционирование желез. Я думаю, что медики меня поймут. Ну а те, у кого есть уже эти проблемы, просто имейте в виду. Здесь будут проявляться некие нереалистические проекты. Это некая попытка воплотить это все в жизнь. Что это принесет по март месяц? Это потеря какой-то энергетики, какой-то энергетики, потому что, возможно, потеря и по здоровью, а, возможно, еще и потеря имущества, денег. Так оно и будет. Именно поэтому, возможно, особенно, кстати, почки, вот когда говоришь почки, мочевой пузырь, ну, Казахстан вот это не сможет, к сожалению, как бы переработать и как бы очиститься, возможно. Потому что будут, конечно, ситуации. Что касается здоровья, то по здоровью до мая будут какие-то сложности. Немножко в конце мая, в серединке июля будут проблемы по здоровью. И конец августа до середины октября. И немножечко в ноябре, в середине, а вот с декабря, где-то с числа 10-го будет все неплохо. Что касается катастроф каких-то, ну, то, что будет происходить, то здесь, конечно же, ну, вы знаете, это тот период, он будет наблюдаться где-то с середины марта до начала апреля, потом весь август и где-то с числа 10-го декабря 22-го года. Эта же ситуация существует и в Белоруссии. И здесь это опасный период для корпоративного бизнеса. Здесь могут быть затронуты совместные капиталы, распределение прибыли. Что касается августа, то там достаточно будет сложновато. В России будет этот период сложный, будет сложным, опять же, повторяюсь, в Казахстане и будет сложным в Белоруссии. Вполне возможно, что это будут некие протесты на местах. Кому-то это нравится, объединение с Россией, кому-то не нравится. Но здесь больше будет еще некая туманность, непонимание и, конечно же, будут потери. Это будут некие публичные скандалы для Казахстана. Но здесь больше будет еще проигрываться. Такие будут сферы. Возможно, изменение законодательства. Возможно, то, что потери по деньгам будут, они, конечно же, будут. Но здесь больше власть, то есть Казахстан, правительство, сам Казахстан по отношению к людям и в социум будет, конечно же, не совсем хорошо проявляться. Будет некая неадекватная реакция. И, кроме того, здесь, знаете, так и хочется сказать, что это некая маленькая смерть для Казахстана. Знаете, вот есть страна. И вот эта маленькая смерть, ну, я бы скажу мягенько, да, чтобы вас не расстраивать, потому что это произойдет, знаете как, да у нас все хорошо, у нас вообще все прекрасно, мы живы-здоровы, мы песни поем, мы работаем, мы, как говорится, конфеты кушаем, коньячок пьем, денежку мы получаем, у нас все хорошо, все прекрасно. Я даже хочу вот это сравнить с распадом СССР, когда ведь мы все голосовали на ферендуме за распад СССР, потому что мы не понимали, нам казалось, что мы кормим Россию, а как оказалось, наоборот, все недра, все богатства уросеют. И это все произошло в таком, знаете, вяло текущем периоде, но здесь это будет немножко более жестковато, это будет проходить, уже начнутся какие-то заморочки, начиная с февраля месяца, но они уже вот в январе начнутся где-то ходить разговоры, а проиграется это все уже в августе месяце, и в декабре это продлится. Я не хочу сказать, что это будет сложным, наоборот, именно если говорить о, что будет иметь Казахстан, финансовое положение начнет улучшиться уже в мае месяце, это и партнерские отношения наладятся, и в целом вообще такое впечатление, что будут какие-то, знаете, как говорится, дивиденды, может быть, это будет такой позитивный какой-то момент, это философия, это религия, это что-то по налогам, может быть, будут какие-то послабления, по-любому это будет достаточно неплохо проявляться. Единственное, что, то, что с марта, ну, буквально с января даже месяца по май месяц, затем с середины августа и где-то до середины ноября будет еще проявляться некая нечестность, некая ненадежность, некие сомнения в верности партнера, будут какие-то запутанные ситуации относительно партнеров. Ну, здесь будут, конечно же, понимаете, ухудшатся отношения Казахстана или же чиновников, народа со своим начальством, подчиненными, и будет теряться авторитет, уважение, и будет теряться власть, понимаете. Роста по службе вообще не ожидается, но здесь будет некое такое, знаете, непонимание, что делать и что, куда идти дальше. И я уже сказала, что здесь будет некая такая маленькая смерть, будут некие, некие будут перемены, будут некие перемены, но будет сложновато, знаете, с какого еще момента, где-то с конца июня до середины, вернее, не с конца июня, а с конца августа, но это начнется, оно будет уже проходить, но будет как бы некая такая защита, все нормализуется, как бы более-менее уже проиграется все, что должно быть и как быть где-то в июле, но вы знаете, вот даже, ну, могла бы, конечно, сказать открытым текстом, но вот хожу как есть. Самое главное, дорогие мои, пережить август, пережить сентябрь, ну, а в декабре там уже более-менее оно все каким-то образом стабилизируется, устаканивается, но единственное, что, что декабрь месяц, конечно же, опасность отравления ядами, где-то какая-то может быть, может быть, катастрофа будет внутри страны, поэтому надо быть очень-очень осторожной. Это, скорее всего, произойдет, как бы вам сказать правильно, причем это будет наблюдаться, может быть, алкоголь, может быть, еще что-то, но я бы сказала, что это будет некая катастрофа. В апреле будут потери, в феврале будут финансовые потери, но в целом, в целом, начиная с середины ноября, все будет даже очень неплохо. Что касается кармических узлов, то январь месяц полностью будет прорабатываться личность Казахстана, то есть, например, если говорить о человеке, какой это человек? Ну, вот он добрый, такой-то, такой-то, такой-то. И здесь будет, конечно же, некая наблюдаться, изоляция все-таки. Это некие, возможно, локдаун, может быть, границы будут закрыты. Ну, где-то что-то в этом плане будет, конечно же, проигрываться. И прежде всего, это будет еще зацепить здоровье, то есть служение, отношения, уход за телом. Ну, вот эти все вещи. Это будет полностью зацепит январь месяц. Что касается партнерства, то до середины февраля с партнерством будет очень-очень сложно. И уже буквально в февраль месяц здесь придет кармический узел, и начнется некое, возможно, обнуление по партнерским отношениям. И, то есть, смотрите, партнерские отношения и личность Казахстана. То есть, или мы с тобой вступаем в брак, то есть муж, жена, если это люди, да, мужчина и женщина, или же это, скажем так, ну, здесь очень интересно. Здесь, скорее всего, что возможности для развития. В это время надо обратить внимание на собственную личность Казахстана, то есть на себя, как на государство. Что в этом государстве так, что не так. Почему? Потому что здесь, куда ни посмотри, везде партнерство. Партнерство внутри чиновников. Партнерство Казахстана, чиновники, народ. Партнерство по ту сторону Казахстана. То есть это и Россия, и Беларусь, и вообще другие, то есть социум за пределами Казахстана. И здесь, конечно же, если здесь не отнестись честно и так, как надо, то есть не уделить внимание партнерским отношениям, здесь даже партнерские отношения может быть все, что хотите. Это может быть и бизнес, это может быть народ, в социальном таком плане обеспечение пенсии, там медицина, вот это вот все, то здесь, конечно же, в дальнейшем можно рассчитаться здоровьем и потерей энергии и имущества. Эти кармические узлы будут работать до конца года, до конца 2022 года. Страхи. Да, будут страхи с мая месяца до конца года. Здесь будут мучить страхи за здоровье. То есть Казахстан переболеет всеми существующими и несуществующими болезнями. Появится или может появиться мнительность по этому поводу. И здесь даже может быть некое должностное преступление. Можно или же могут допустить врачебную, например, ошибку врачи. Может проявиться жестокость по отношению, например, к животным. Я когда-то делала на 21-й год, по-моему, или на 20-й, вот уже не помню прогноз. Это Америка, Латвия, Литва, вот эти все, ну, зарубежья, да, Евросоюз. И когда я сказала, что жестокое отношение к животным, оказалось, что в связи с коронавирусом люди понабрали животных, а потом их начали просто выбрасывать на улицу. Поэтому, возможно, появятся бездомные животные. И это как со стороны обычного человека, которые могут выбрасывать. Или же мы услышим некие ситуации по издевательству над животными. Такое тоже может быть. Инфекционные заболевания. Но вы понимаете, что это страхи. Здесь черная луна лилит, и она пугает. Я ее называю девушка с низкой социальной ответственностью. Поэтому все эти страхи, знаете, как говорится, здесь государство будет что-то требовать и пугать. Ну, в общем-то, все то, что есть на самом деле, дорогие мои, этого не будет. Здесь будут больше проявляться, знаете, психологические заболевания. Психосоматика. Что касается социума, то есть это выход в свет, еще, скажем, то здесь это будет проигрываться весь год. И я бы не сказала, что здесь хорошее такое положение, потому что здесь могут рушиться и проекты, и фирмы разваливаться, и могут, например, некие проекты, где человек долгие годы работал, это все может разрушиться. Отношения с друзьями будут рушиться, и вообще друзья могут стать тайными и могущественными врагами, и круто изменить судьбу страны. Я вам рассказала то, что я вижу, как я вижу. Конечно же, я хочу вас попросить, если вы хотите знать больше, какие-то ситуации обсуждать. Есть у меня группа в телеграм-канале, ссылочка будет сейчас под вашим этим видео. И я сейчас заведу еще такую же точно группу в Вайбере и в Телеграме. Заходите. Я там иногда отвечаю на ваши вопросы, даю информацию. Ну, иногда бывают ситуации, которые надо прояснять. И вполне возможно, мы там сможем с вами поговорить. Дорогие мои, я желаю вам удачи, я желаю вам здоровья. Я желаю вам психологически чувствовать себя здоровыми. А психология – это нервы наши, это наш внутренний мир, то, как мы себя внутренне ощущаем, так мы и живем. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была я, ваша Зоя Клемюк. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok